Хочу поделиться. Я не понимала про ложь себе, не видела в упор. И Наташины слова лжете себе мне казались очень жесткими и грубыми. Но мой Ваня третий год в первом классе, и третий год кричит. В него категорически не влезала никакая учеба, после отработки очень многое поменялось. Но с обучением не очень, при том, что школа хорошая, учителя, тьютор тоже. Школу он любит, сам способный, читает, сам выучился, память шикарная. Но войти в класс – крик, ответить – крик, что-то сделать – крик, читать книги – швыряет. Просто истерики долгие и громкие. Нас попросили дома заниматься, а школьный психиатр настойчиво рекомендовала препараты для коррекции поведения. Я не давала. И вот на прошлой неделе началась учеба. Учитель пришла к нам домой. У Вани дикая истерика, хотя он ждал ее. Вспоминал. Я пыталась его успокоить, но он меня не слышал. Вообще ребенка не было. Пустые глаза, только боль и гнев. И это все такой силы, как стихийное бедствие. Просто шок у всех. Я думала, ну почему? Если от меня прилетает, то откуда? Мне было элементарно учиться, очень легко, кайфа было много. И друзей, и занятий. И моим дочкам старшим тоже легко, очень. Что за хрень? И я прошла практику по боли. И увидела четко, сколько во мне вранья, сколько боли и гнева, которые я от себя успешно скрывала. Я многое забыла, не чувствовала и не помнила. Я забыла, что моя мама работала и днем, и ночью. И мне в семь лет саму себя нужно было укладывать спать и просыпаться утром. Страшно засыпать в темноте и страшно опоздать на автобус, который ходил раз в час. Я так боялась проспать, что один раз включила, вскочила и пошла на автобус. Ночь, снег, темно, холодно, а на остановке нет никого. И я думала, что опоздала, плакала. А потом дворничиха вышла и спросила меня, «Девочка, что ты тут делаешь? Четыре часа утра. Автобусы еще не ходят». И соседка, которая Пугачеву крутила на полной громкости, «Дой, потому что по правилам имеет право». А я ложилась и уснуть не могла. И страшно нервничала, что не могу проснуться вовремя. И голодная бывала часто, потому что автобус пропустила. А потом в библиотеке засиделась до закрытия. Но самое ужасное не это, а то, что нельзя было никому сказать, что мне трудно. Один раз соседка угостила печенькой, потом все стали говорить, что моя мать плохая. Ребенок брошенный, голодный. А мама была матерью-одиночкой. Ей реально было трудно справляться. Меня пытались отобрать у нее в роддоме и после. И она делала вид, что она справляется. И что у нее все окей. И я тоже. Для меня было ужасом расстроить маму. Я, оказывается, была страшно зла на всех соседей, которые что-то там говорили. И я надела маску, что у меня не просто окей. А у меня все лучше, чем у любого ребенка во дворе. И это мне удавалось. Я была реально крутая. И это моя большая ложь всем и самой себе. Потому что внутри меня маленькая, испуганная, не справляющаяся с ответственностью, ненавидящая всех и себя девочка. И это ложь, как вторая натура и эго до небес. Достижение не из интереса, а чтобы им доказать, чтобы всем показать и отомстить. И тоже не осознавалась и не чувствовалась, насколько вся жизнь пропитана этой ложью. Со мной все окей. Нельзя показывать, что тебе плохо. В общем, мой сын здоров. А аут у меня. Такая вот игра получилась. Осознала. Обняла маленькую лгунью. Поблагодарила всех, кто играл со мной. И Ваня стал учиться на следующий день. Учительница от удивления и радости ему несколько уроков в один день дала. А он сидит и с интересом слушает. Два часа подряд. Не хотел прерываться. Самое интересное, что сейчас видно, что и старшие девочки, это мне тоже транслировали. Все трое и до сих пор транслируют. И манипуляции, и конкуренцию, и ложь, и аут. Только я не видела. У них это не так жестко. А это вместе с Ваней нарисовали. Деревья. Печатали листочками. Ёлочки, листочки, папоротники. Он первый раз рисовал с удовольствием. Счастливо. Дальше Ваня рисует сам. С удовольствием. Так есть. У меня вчера такой день удивительный был. Во-первых, приснился сон, что я дома слышу, что по телевизору какой-то сериал со сценами насилия идет. Я иду выключать, подхожу к телевизору, выключаю звук и вижу, что там что-то нормальное показывают, а звук насилия не выключился. Из какого-то другого места транслируется. Я стала искать и нашла старый, спрятанный телевизор. И выключила его. И так хорошо стало. Просто атмосфера в доме стала другой. И вот днем мы пошли с Ваней гулять в парк. Замерзли. Он потянул меня к магазину. Я купила нам еды и себе горячий кофе. И я иду по парку и понимаю, что я прямо сейчас согрелась. На каком-то глубинном уровне. Я все могу выдержать. И просто радоваться. И видеть красоту. Потому что в любой момент могу себя согреть. И ту покинутую девочку. И у меня в груди возник образ разорженного камина. Место, где можно просто быть. Просто погреться. Просто отдыхать. Просто пить горячий чай. И это так тепло и уютно. Везде, где бы ты ни находился. Тема искренности сложная. Там много боли. Дети все искренние и настоящие. Каждая лжи были свои причины. Когда-то она была единственно верной. Это отрывок из книги. Книга, которую написали мы. Или истории особенного чата. Это часть первая. Я зачитала вам истории из части второй. Которая сейчас готовится к изданию. И буквально в январе месяце уже появится. на платформе shop-сабришин.com